44.382. Деяние 20.11. Взошедший, преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета. И вот из Мелитажа, послав Вифес, стих 17, он призвал пресвятеров в церкви. И когда они пришли к ним, он сказал им, «Вы знаете, как с первого дня, который пришел Васию, все время был с Вами я, работая Господу со всяким смиренно мудрым и многими слезами, среди искушений приключившихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем Вам не проповедовал бы, чему не учил бы Вас всенародный по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я иду по влечению Духа в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что Вы уже не видите лица моего, все Вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую Вам нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать Вам всю волю Божию. Смотри, как Павел спешит отправиться и вместе не оставляет ничего без внимания, но благоустрояет все. Он призвал к себе предстоятелей церкви и излагает перед ними вышесказанное. Достойно удивления, как он, будучи поставлен в необходимость сказать о себе что-либо великое, старается сохранить смирение. Подобно этому Самуил, намереваясь передать власть Саулу, говорил перед иудеями, «Взял ли я что у Вас? Видите ли Вы и Бог?» 1 Царств 12.5. И Давид, когда ему не доверяли, говорил «На пастбище я пас овес отца моего, и когда приходила медведица, руками своими поражал ее» 1 Царств 17.35. И сам Павел в послании к Коринфянам говорит «В безумии, говорю, вы меня принудили к тому» 2 Коринфянам 12.11. Так же поступает и Бог, не без причины говорит о самом себе, «На когда они веруют Ему, тогда и исчисляют свои благодеяния» 1 Царств 16.6. Смотри, что и здесь делает Павел. Во-первых, он ссылается на их свидетельства, чтобы ты не подумал, что он хвалит сам себя. Он называет слушателей свидетелями сказанного, удостоверения того, что он не лжет перед ними. Вот доблесть учителя, когда он может представить учеников свидетелями добрых дел своих. И то удивительно, что он провел в таких делах не один день и не два, но много лет, вы знаете, говорит, хочет убедить их, чтобы они мужественно переносили все и разлучение с ним, и предстоящие опасности, подобно как было при Моисее и Иисусе на вине. И смотри, что он далее прибавляет, «Как я все время работал с вами пред Господом, со всяким смиренно мудрием». Смотри, что особенно свойственно начальствующим. Именно ненавидеть гордость – это особенно нужно начальствующим, потому что самое обстоятельство располагает предавать все гордости. Ведь есть много видов смиренно мудрия. Смиренно мудрия можно видеть в слове и в деле, в отношении к начальникам и в отношении к подчиненным. Хотите ли я представлю вам образцы смиренно мудрия? Бо Христос говорит блаженный нищедухом. Иные бывают смиренны со смиренными и надменны с надменными. Это не смиренно мудрия. Другие бывают не таковы, но относительно каждого лица в разное время наблюдают и смирение, и важность. Это преимущественно есть смиренно мудрия. Желая научить их этому, он наперед полагает основания для устранения подозрения, чтобы не подумали, что он гордится. Если, говорит, я жил со всяким смиренно мудрим, то не по гордости говорю то, что говорю. Вместе с тем выражает кротость свою с вами, говорит, был, работая Господу, представляя их сообщниками своими в этом добром деле. Так, общение всегда есть благо. Представляет добрые дела свои общими и не приписывает себе никакого преимущества. Неужели же, скажешь, он мог гордиться перед Богом? Есть много людей, которые гордятся и перед ним, но он не гордился даже и перед учениками своими. Вот достоинство учителя. Назидать учеников собственными добродетелями. Далее говорит о своем мужестве, но также смиренно. Видишь ли, как он скорбит о случившемся. Здесь он, по-видимому, выражает свое сострадание. Он страдал за погибающих, за самих виновников напасти. А случившимся с ним самим радовался. Он был излика тех, которые радовались, что за имя Господа Иисуса сподобились бесчестие принять. И в другом месте он говорит, ныне радуй в страданиях моих за вас. Колоссиным 1,24. И еще ныне лег печаль по преумножению, в преуспеянии тяготы. Вечную славу соделывает нам. 2 Коринфянам 4,17. Это говорил по смирению. А здесь показывает свое мужество. И не столько мужество, сколько терпение. И как бы так говорит. Я тяжко страдал, но с вами, и что особенно тяжело, от иудеев. Заметь, какие здесь он означает свойства, учительство, любовь и мужество. И ни в чем, говорит вам, не полагал преткновение. Выражает, как он был чушь зависти и лености. И не упустил сказать, все полезное. Хорошо и это сказано. Иному ведь и не следовало учиться. Как скрывать что-нибудь есть признак зависти, так и говорить, все, есть знак безумия. Поэтому он присовокупил полезного. И изъяснил, что не говорил только, но и научал. Я, говорит, делал это ненебрежно. А что здесь именно такой смысл? Послушай, далее. Далее он говорит перед людьми. Этим выражает свое продолжительное старание и великое усердие и неутоменности народной по домам. Засвидетельствовал иудеям и еленам. Не вам только, говорит, но и еленам. Здесь показывает свое дерзновение и то, что мы должны говорить, хотя бы и не видели никакой пользы. Это и значит свидетельствовать. Если мы говорим перед людьми, не внимающими нам. Слово свидетельствовать по большей части имеет такой смысл. Засвидетельствую, говорит Моисей. Небу и земле. Второзаконие 4.26. Так и здесь. 384. Стих 22. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Для чего он говорит это? Для того, чтобы научить их быть готовыми на опасности, явное и тайное. И во всем повиноваться Духу. Также изъясняет, что его ожидает нечто великое. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, чтобы показать, что он отправляется добровольно, и чтобы ты не подумал об узах или необходимости, и говорит по городам. Потом присовокупляет. Но я ни на что не взираю, ибо готов душу мою положить. Видишь ли, что это слова не плачущего, но смиренно рассуждающего, поучающего других и состраждущего случившемуся. Не сказал, мы скорбим, а нужно терпеть. Но я и не думаю о том. Этими словами опять он не превозносит себя самого, а научает их. Как прежде смиренно мудрый, так теперь мужеству, дерзновению. И как бы так, говорит. Я не предпочитаю первое, последнему. Но более всего думаю о том, чтобы скончать течение, засвидетельствовать. Не сказал проповедовать или научить, но засвидетельствовать. Евангелие благодати Божией. Далее намеревается сказать нечто более поразительное. Именно, что чистят крови всех. Потому предуготовляет их и показывает, что более ничего не остается. Намереваясь возложить на них все бремя и всю ношу, он наперед трогает их душу словами. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Потом прибавляет по всему свидетельству Иван в нынешний день, что чист я от крови всех. Сугубая скорбь от того, что лица они его не увидят, и от того, что более не увидят лица теми, с кем он проповедовал, Царствие Божие расстается навсегда. «Потому я не напрасно свидетельствую перед вами, как уже навсегда отсутствующий. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Видите ли, как он устрашает и поражает удрученные скорби души их. И хорошо, потому что это было необходимо. «Следовательно, невозвещающий виновен в крови, то есть в убийстве. Ничего не может быть ужаснее этого. Он показывает, что и они, если не делают этого, то виновны в крови. По-видимому, он защищает себя, но вместе и устрашает их. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, который он приобрел себе кровью своей». Видишь ли, что он дает две заповеди. «Бесполезно, как исправлять только других, боюсь, — говорит он же, — чтобы как бы проповедовать другим самому не остаться неспасенным, недостойным, так и заботиться только о самом себе. Последнее свойственно самолюбцу, который ищет только полезного для него самого и подобен человеку, закопавшему талант в землю. Говорит об этом Павел не потому, будто наше спасение важнее спасения стада, но потому что, когда мы внимаем себе, тогда получает пользу и стада, в котором Дух Святой поставил епископа, пасти церковь Бога. Смотри, сколько побуждений. Вы, говорит, получили рукоположение от Духа, это означает слово «поставил». Вот первое побуждение. Потом пасти церковь Бога, вот второе. А третье заключается в том, что говорит далее. «Который искупил кровью Своей». Много убеждения в словах, которые показывают драгоценность предмета. И немалой мы подвергаемся опасности. И Господь для церкви не пощадил собственной крови, а мы не имеем никакого попечения о спасении братьев. Он провалил кровь свою, чтобы примирить врагов. А ты не можешь поддерживать любовь даже с друзьями. Ибо я знаю, что под шерстью Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Представляет им новое побуждение, указывая на будущее, подобно, как и в другом месте говорил, наша братья против плоти и крови. Ибо войдут к вам под шерстью Моем двояко бедствия. И его не будет, и другие станут нападать. До чего же ты отходишь, если предвидишь это? Дух, говорит, влечет меня. 386. Смотри, не просто, сказал волки, но прибавляет лютые. Желаю выразить их силу и свирепость. А что всего тяжелее, эти волки, говорит, восстанут из вас самих. Это особенно тяжко, когда бывает междоусобная брань. Хорошо сказал. Внимайте. Показав этим, что предмет заслуживает особенного внимания, это именно церковь, что угрожает великая опасность, так как Господь искупил ее кровью, и что брань будет великая и сугубая. Это он и выразил словами. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Далее, после того, как устрашил их словами волки лютые, из вас самих восстанут, говорящие развращенные, как бы отвечая на чей-нибудь вопрос, что же будет, кто станет охранять нас, говорит, посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Смотри, как чрезвычайны были дела его со слезами, ночь и день каждого из вас. Он не тогда только оказывал попеченье, когда видел многих, но не оставлял делать все это и для одной души. Таким образом он и соединил их. А самые слова означают следующее. Довольно сделано с моей стороны. Я три года оставался с здешними верующими. Довольно они утверждены, довольно укоренены. Со слезами говорит. Видишь ли, что для этого он проливал слезы. Так будем поступать и мы. Если нечестивый, не скорбит? Скорбитый. Тогда, может быть, станет скорбеть и он. Подобно как больной, когда видит врача, принимающим пищу. Чувствует и сам расположение к тому же. Так будет и здесь. Если он увидит тебя плачущим, то смягчится, сделается человеком добрым и кротким. Не зная, говорит, что приключится со мной, что? Не потому ли ты и отходишь? Нет. Напротив, я очень знаю, что узы меня ждут и скорби. Я знаю, что меня ожидают искушения. Но какие? Не знаю. А это еще тяжелее. Впрочем, не подумайте, что я говорю это сокрушаясь. Я и душой своей не дорожу. Говорит, это для того, чтобы ободрить их ум и научить не только не убегать от опасности, но и мужественно переносить их. Потому и называет дело свое течением и службою. Течением означает блеск его, а служба – обязанность. Я служитель, говорит, и ничего более. Вытешивая их, чтобы они не скорбели о страданиях его, сказав, что он переносит их с радостью, и показав происходящее от того плоды, он потом и высказывает мысль прискорбную. Делает это для того, чтобы не слишком отягчить ум их. Какая же это мысль? Следующее. Из вас самих восстанут мужи, говорящие превратное. Как, скажет кто-нибудь, ты думаешь о себе так много, что если отойдешь, то и мы лишимся жизни? Нет, говорит, не то я говорю, чтобы мое отсутствие имело такие последствия. Но что? Что восстанут некоторые из вас? Не сказал по причине отшествия моего, но по отшествии моем, то есть после отправления, как это уже и случалось. Если же случалось доселе, то тем более случится после. Далее показывает цель, чтобы отторгнуть учеников вслед себя. Так, ереси бывают ни для чего иного, как для этого. Вместе с тем и утешение, которое стяжал, говорит, кровью своей. Если он приобрел ее кровью своей, то, конечно, защитит ее. В ночь и день, говорит, не переставал учиться слезами. Это справедливо можно было бы сказать и нам. Слова его, по-видимому, относятся, собственно, к учителям, но вместе с тем они относятся и к ученикам. Для чего я говорю, увещеваю, плачу день и ночь, если ученик не слушает? Потому чтобы кто не подумал в свое оправдание, что достаточно только быть учеником, хотя и без послушания. Павел и сказал, свидетельствую. Дело учителя только возвещать, проповедовать, научать, не умолкать, увещевать день и ночь. Если же при всем этом не будет никакого успеха, то сами знаете, что следует. Тогда будет другое оправдание, что я чист от крови всех. Не думайте, что это сказано только в отношении к нам. Эти слова относятся и к вам, чтобы вы были внимательны к тому, что говорится, чтобы не уклонялись от слушания. Что мне делать? Вот я каждый день, сколько есть у меня сил, и взываю, отстаньте от зрелищ. А многие смеются над нами. Отстаньте от клятв, от любостяжания. И множество мы предлагаем увещаний. Никто не слушает. Но я не беседую ночью. Желал бы я делать это и ночью, и при ваших трапезах, если бы возможно, разделиться мне на тысячи частей, прийти к вам и беседовать. Но если и теперь, когда мы призываем вас однажды в неделю, вы ленитесь, и одни вовсе не приходите, другие пришедшие отходите, не получив никакой пользы, то чего вы не сделали бы, если бы мы совершили это постоянно. Что же нам делать? Многие, я знаю, даже поносят нас за то, что мы всегда говорим об одном и том же. Так мы надоели им. Но виною этому не мы, а сами слушатели. Кто исправился, тот радуется, слыша одно и то же, потому что слышит как бы похвалы себе. А кто не хочет исправить все, тот тяготится и, услышав о чем-нибудь только дважды, воображает, что слышит это много раз. «Чисть я, говорит, открови всех!» 388. Это сказать прилично было Павлу. А мы не смеем сказать этого, осознавая за собой многое. Ему, который постоянно бодрствовал и действовал, который терпел все для спасения получаемых, прилично было сказать это. А мы скажем слова Моисея. «Разгневался Господь на меня за вас, потому что вы вводите и нас в грехи многие» в 2-й законе 3.26. «Когда мы с прискорбием видим, что вы не делаете успехов, то не ослабеваем ли и мы в своих силах?» В самом деле, скажи мне, «Если какой-нибудь успех...» Вот и мы по благодати Божией провели уже 3 года, не получая день и ночь, но часто делая это в течение трех, и даже семи дней. А что сделано? Мы увесеваем, обличаем, плачем, скорбим. Если не явно, то в сердце. Те явные слезы гораздо легче этих, те приносят следующим некоторое утешение, а эти усиливают скорбь и стесняют сердце. Так, когда кто-нибудь страдает и не может обнаружить своей скорби, чтобы не показаться тщеславным, то он страдает гораздо больше, нежели когда бы обнаружил ее. Если бы никто не стал подозревать меня в из-за и лишнем честолюбии, то вы увидели бы меня каждый день в источающем потоке слез. Их знает моя хижина и мое уединение. Поверьте мне, я забываю о собственном спасении, заботюсь о вашем, и не имею времени оплакивать свои грехи. Так вы для меня все. Дороги! Когда вижу, что вы преуспеваете в добродетелях, то не чувствую собственных бед от радости, а когда вижу, что вы не преуспеваете, то от скорби опять занимаюсь своим. Так я радуюсь вашему благу, хотя бы сам терпел множество бед и скорблю о ваших недостатках, хотя бы сам имел множество совершенств. Какая надежда учителя, если его паства предана порокам? Какая жизнь? Какое утешение? С каким дерзновением он предстанет пред Богом? Что скажет? Положим, что он не заслуживает осуждения и не подлежит наказанию. Но чист от крови всех, и тогда он будет терпеть неисцелимый скорбь. Ведь и отцы и даже, когда не подвергаются осуждению за свои детей, и тогда скорбят и страдают. Неужели, скажете, им, учителям, не приносит пользы и не помогает то, что они бдят о душах наших, но они бдят, как должны дать отчет, евреям 13,17? Некоторым это кажется страшным, но мне до того нет никакой заботы после вашей погибели. Дам ли я отчет или не дам, мне нет никакой пользы. Дай Бог, чтобы вы спаслись, хотя бы мне пришлось дать ответ за вас, чтобы вы спаслись, хотя бы я был осужден, как не исполнивший своих обязанностей. Я не о том заботюсь, чтобы вы спаслись через меня, но чтобы только спаслись через кого бы то ни было. Знаете ли, муки духовного рождения, как испытывающий это рождение, желал бы лучше расторгнуться на тысячи частей, нежели видеть хотя одного из рожденных, погибающим и развращенным. Чем же мы будем вразумлять вас? Не иным чем-нибудь, но тем, что будем излагать все, что касается вас. И мы можем сказать, что мы не опустили ничего с нашей стороны. И однако мы скорбим. А что скорбим, видно из того, что употребляем столько мер и столько усилий. Хотя я мог бы сказать и вам, какая мне забота. Я сделал свое дело чист от крови. Но этого недостаточно для утешения. Если бы можно было исторнуть и показать мое сердце, то вы увидели бы, как не тесно помещаетесь в нем все вы и жены, и дети, и мужи. Такова сила любви. Она делает душу просторнее неба. Вместите нас, говорил Павел. Мы никого ничем не обидели. Вам не тесно в нас. То же скажем теперь и мы. Вместите нас. Весь Каринф он вмещал в своем сердце и говорил, распространитесь и вы. Вам не тесно в нас. Но я не скажу этого, так и хорошо знаю, что и вы любите нас и вмещаете в своем сердце. Но что польза от моей любви и от вашей, если по отношению к Богу мы не оказываем успехов. Она послужит только к большему огорчению, подосковать к тягчайшей скорбе. Отнюдь не думаю упрекать вас. Напротив, свидетельствую вам, что если бы можно было, вы отчество и исторгли отдали мне. И мы со своей стороны не только Евангелие, но и души свою отдали бы вам. Вы любите нас, и мы любим вас. Но не в этом дело. Возлюбим прежде всего Христа. Первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Вторая подобная ей и ближнего своего, как самого себя. Второе есть у нас. Первое не достает у нас. Первое крайне нужно и мне, и вам. Мы исполняем и первую заповедь, но не так, как должно. Будем же любить его. Вы знаете, какая награда ожидает любящих Христа. Возлюбим его со всей горячностью души, чтобы заслужив благоволение его, мы могли избегать напасти настоящей жизни, исподобиться благ обетованных любящим его, благодати и человеколюбия мединородного Сына Его, в котором отсутствует Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok